Пять человек погибли в страшном ДТП на трассе Ялта-Севастополь вечером 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Авария произошла примерно в 17.55 на 19-20 километре трассы. Предварительно установлено, что водитель грузовика Mercedes Actros 1982 года рождения, следуя по автодороге Ялта-Севастополь со стороны Ялты, не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении Деонексия и Mercedes Sprinter, сообщили в следственном комитете. Выехав на встречную полосу, водитель большегруза врезался в автомобили Renault, Hyundai и Nissan. В результате автокатастрофы погибли водитель грузовика и четыре пассажира Renault, жители Москвы. Водитель, его супруга и их дети, 18-летняя дочь и 15-летний сын. Пострадавшие пассажиры Hyundai доставлены в больницу с различными травмами. Их состояние стабильное. Угроза жизни отсутствует. Выражаю глубокие соболезнования родным погибших. После выяснения личности всех погибших и пострадавших будет организована работа с родственниками и оказана необходимая помощь, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На место аварии прибыли начальник УМВД по Севастополю Павел Гищенко, прокурор Севастополя Марк Большедворский, заместитель прокурора города Андрей Жугин, прокурор Балаклавского района Сергей Журавлев, директор департамента транспорта Павел Иена. Работу с родственниками и оказание необходимой медицинской помощи курирует вице-губернатор Александр Кулагин. На участке трассы организовали преверсивное движение. Сотрудники МЧС России проводили работы по деблокировке и оказанию помощи участникам ДТП. К ликвидации последствий ДТП привлечено 11 человек и 3 единицы техники. Прокуратура проводит проверку. Прокуратурой проводится проверка соблюдения законов о безопасности дорожного движения. Будет дана оценка полноты исполнения требований закона в деятельности коммерческой организации, которой принадлежал грузовой автомобиль и сотрудником которой являлся его водитель. По факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает ряд версий произошедшей трагедии, среди которых неисправность большегруза, состояние здоровья водителя, нарушение правил дорожного движения. Проведены обыски в офисе работодателя, изъята вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия по техническому состоянию транспорта и прохождению медосвидетельствования водителя большегруза. В настоящее время допрашивается широкий круг лиц из числа свидетелей, устанавливаются иные очевидцы, обладающие ценой для следствия информации. Продолжение следует...